Приветствую всех в JobSchool, с вами Долстон, и в сегодняшнем видео мы с вами разберём такой интересный топик, как Technology, технологии в английском языке. Так как мы встречаемся с этим предметом, с этим топиком почти что каждый день. У нас есть смартфон, мы заходим в интернет, и всё в этом роде. Давайте же начнём наш урок. Прежде всего, слово, на котором базируется сегодняшняя тема, Technology, это, конечно же, существительное, noun, и оно является неисчисляемым, uncountable. То есть его нельзя просто так взять и посчитать. Что такое технология? Это очень обширное понятие. Этим может быть как tools, инструменты, machines, машины, или какая-либо информация, information, которая упрощает работу и просто улучшает нашу жизнь. Также из этого слова вытекает прилагательное, technological, технологический, но о нём мы поговорим немного позже. Давайте разделим выражение, связанное с технологией, на две колонки. В одной, где улыбающийся смайлик будут только позитивные фразы и слова, то, что мы любим в них, а на тёмной стороне негативные виды технологических штук. Итак, первое слово это State of the Art. Означает, что что-то делается по последнему слову техники. Также является прилагательным. Например, нынешний момент, когда я снимаю это видео, это, наверное, Oculus Rift. Такие очки виртуальной реальности, которые уже продаются, и я могу сказать, this is State of the Art technology. Возможно, через пару лет появится Oculus 2 или 3, тогда всё изменится. Но сейчас это является современным уровнем в сфере техники. State of the Art. Следующее слово это The Latest. Оно чем-то схоже с предыдущим и также прилагательное. Означает что-то новое, последнее. К примеру, Have you bought the latest iPhone? User-friendly означает какую-либо вещь, интерфейс, например, которым очень просто пользоваться. И дословно переводится как «дружественный к пользователю». Например, vk.com is very user-friendly. Вы, конечно, можете не согласиться, но большинство пользователей этой социальной сети считают, что она очень удобная и простая в использовании. User-friendly. Первое слово в отрицательной колонке это Absolute. Например, Absolute computers are very lovable. У старелых компьютеров выглядят очень смешно. Означение этого слова очень простое. Старомодный, устарелый. Например, у моего дяди есть целая коллекция видеокассет. Если вы помните, были такие VHS. Они не используются сейчас. Мы их смотрим в фильмы в интернете или редко на DVD-дисках. И последнее слово на сегодня это Clutch. Есть предположение, что слова «глючить», «глюк» перекочевали именно с английского. Итак, Clutches является существительным. И оно означает какую-либо проблему, сбой или глюк. Чаще всего это связано с компьютерами. А на этом видео подходит к концу. Если вам было интересно, обязательно напишите в комментариях, какое слово вам больше всего понравилось и какое слово вы хотите использовать чаще. Мы увидимся завтра. See you tomorrow. Bye-bye.